Сегодня мы поговорим об уходе за зрелой кожей. То есть мы будем собирать уход под ключ для возрастной группы 35-40+. Очищение. Я уже в корзинку себе положила. Очищающий мусс из серии Home Care с алоэ вера. Прекрасный совершенно и органолептический, тактильный и по запаху. Очень приятный препарат. Тоже на мягких павах. Там нет лаурет-лориусульфата, есть кока-глюкозит, есть ТЛ-ККЛ-глутамат. Выдаёт прекрасную порцию, достаточно большую мусса и хорошо снимает макияж. Можно использовать утром и вечером. После того, как мы умылись, нам нужно восстановить PH, дочистить кожу от балластных веществ, содержащихся в водопроводной воде. Но в случае возрастной кожи нам, конечно, уже на этапе тонизации желательно какие-то активные компоненты в кожу приносить. Поэтому в качестве тоника я рекомендую использовать лосьон-концентрат Нео. К слову, это мой любимый, можно сказать, тоник из средств, которые можно использовать в виде тоников Гильтек. Он содержит липосомальный дегидрокверцетин. Это очень мощный биофлавоноид, который имеет многопрофильный функционал. То есть он и антигистаминным действием, и противоспалительным, и успокаивающим, и сосудоукрепляющим действием обладает. Он находится здесь в большой концентрации, 10%. Он в липосомальном виде, то есть хорошая биодоступность. Плюс здесь ещё комплекс экстрактов. Арника, плющ, бузина, постинница, мальва, огурец. То есть такой достаточно активный препарат. Но так как он имеет жидкую текстуру, упакованный в обычный флакон, мы прекрасно можем утром-вечером после умывания нанести его на ватный диск и протереть кожу. Имеет желтоватый оттенок, имейте в виду, поэтому орошать себя спреем, находясь в белой блузке, им не стоит. Берём тоник. И, естественно, антиэйдж-уход предполагает какие-то активные средства, которые используются, как правило, под крем. И из таких активных средств, наверное, два самых интересных. Это сыворотка Миорелакс. Это сыворотка, которая содержит пептид аргирелин в 7% концентрации, плюс ещё антиоксидант артишок, экстракт артишока. Наносится на те места, где есть гипертонус мимических мышц. То, что это лоб, переносится вокруг глаз, может быть, над верхней губой у кого-то. И наносится на чистую кожу сразу после тоника. Не используем перед ним кислотные тоники, такие, как, например, саха-кислотами, потому что пептиды Мерелаксанты не очень любят кислый PH. И немножечко втираем, так хорошо внедряем эти компоненты. После того, как мы нанесли средство, которое будет уменьшать вот эту спонтанную мимику нашу, мы можем нанести либо сыворотку интенсив-омоложение, которая содержит два вида гиалуроновой кислоты. Я тоже положу в нашу корзинку. Плюс она содержит бета-глюкан, содержит фитокультуру яблока, мальс-доместика. И очень хорошо разглаживает кожу, очень хорошо и сразу глубоко увлажняет, так как содержит ультрамолекулярную фракцию гиалуроновой кислоты, которая имеет самую маленькую молекулярную массу от 5 до 20 кДт. То есть она проходит через эпидермис без использования всяких аппаратов и других ухищрений. И есть ещё сыворотка актив-лифтинг, которая содержит кофеин и полулан, и даёт такой моментальный лифтинг-эффект, то есть подтягивает кожу. Плюс кофеин имеет накопительное действие, соответственно, он будет улучшать микроциркуляцию, уменьшать отёчность при склонности к ней. То есть отёчность по склонности будет уходить. То есть можно её использовать, очень хорошо наносить её, используя лимфодренажные какие-то движения. Их можно посмотреть, как говорится, даже на нашем канале, если видео про лимфодренаж. И вот эти сыворотки, либо все вместе зонально, либо по очереди, используются, как правило, под уходовые кремы. В качестве дневного варианта я возьму в данном случае крем увлажняющий. Он имеет очень лёгкую текстуру, то есть это эмульсионная текстура, он содержит совсем минимум масел, поэтому он достаточно хорош для любого типа кожи, включая даже кожу жирную. И для зоны вокруг глаз можно взять крем-сыворотку, это на самом деле больше крем, чем сыворотка, для век с эффектом лифтинга. В неё тоже входит полуан, в неё входит кофеин, и в неё входит пептид матриксил, последнего поколения которой стимулирует деятельность фибробластов, ну, по-простому укрепляет, разглаживает кожу. Если кожа более сухая, нормальная, сухая, то, например, вместо увлажняющего крема, если не нужна солнцезащита, можно взять сыворотку антиоксидантный коктейль Витаматрикс. Это тоже крем, а не сыворотка, конечно же, да, то есть коктейль, мы все думаем, что это какой-то лёгкий гель, на самом деле это крем, причём крем, который несёт не только такой уходовый функционал, содержа в себе витамины А, С и Е, но он содержит ещё и декоративные элементы, то есть светоотражающие частички, которые обеспечивают софт-фокус эффект, то есть эффект уменьшения выраженности морщин за счёт отражения света вот этими специальными светоотражающими частичками. Лицо приобретает такое внутреннее сияние, свечение здоровой кожи. Вот тоже я её как вариант возьму. Естественно, нам нужен какой-то уход регулярный, глубокое очищение и, допустим, какая-то питательная или успокаивающая маска. И в данном случае мы возьмём энзимную маску, будем делать её один или два раза в неделю, чтобы кожа была более гладкой, чтобы осуществлять профилактику чёрных точек, закупоривание пор, то есть она очень хорошо убирает гиперкератоз, причём делает это мягко, без раздражения кожи, и можно её использовать круглый год. Дальше мы можем продлить, например, наш уход маской «Акваудовольствие». Это тоже такой очень интересный препарат, который содержит и интенсивно увлажняющий комплекс, и содержит комплекс экстрактов, обладающих сосудоукрепляющим действием, фактически работающим на восстановление свежего цвета лица, хорошего тона кожи. Наносится она толстым слоем на очищенную кожу после как раз того, как вы смыли, например, энзимную маску, выдержав её на коже 15 минут, и наносится «Акваудовольствие» – это густой гель, толстым-толстым слоем, то есть она не должна на коже подсыхать, её нужно нанести как большой гидрогелевый пэтч и подержать 20 минут. Можно заниматься своими делами и после экспозиции снять её влажным компрессом, то есть смочить полотенчик, отжать и снять. И после этого вы можете нанести уже своё вечернее средство, то есть вы вечером тоже умылись, протонизировали кожу, один-два раза в неделю сделали энзимную маску, сделали «Акваудовольствие» и после этого нанесли питательный крем. Если у вас кожа, например, возрастная, но жирная, или комбинированная, то можно обойтись вечером и без крема. Можно нанести сыворотку интенсивомоложения и крем нанести только на зону вокруг глаз, то есть крем, который я взяла. С эффектом лифтинга. А можно взять, допустим, какое-то интенсивное действие, профессиональное средство, которое используется и под аппараты, и в профессиональных уходах, например, гель антивозрастной «Нео». И использовать его как ночное уходовое средство, то есть когда не нужен крем. Но мы берём питательный, более универсальный такой вариант. И отправимся искать средства для других частей тела. Для волос, для ногтей, кутикулы, для губ. И посмотрим ещё какую-нибудь питательную масочку. Чтобы дополнить наш уход питательной маской, какой-то такой, которую мы можем использовать, чередуя с маской, а к удовольствию интенсивно увлажняющий и восстанавливающий цвет лица, я, наверное, возьму масочку от Gigi «Бутермилк» молочная маска. Я её сама просто очень давно, уже много лет люблю. Хорошее такое средство, именно когда нужно кожу подпитать, особенно сухую. Ну и, к слову сказать, в более новой серии «Стерси» с витамином С, у них есть похожая по текстуре, приятная очень такая густая маска белая. Это вот ресторейшн маск, тоже восстанавливающая маска. Там понятно, что есть витамин С. И она тоже имеет такую текстуру взбитого, что ли, буса. Накладывают все эти маски в среднем на 15-м, максимум 20 минут, смываются водой. То есть они не впитываются, не оставляются на коже. После этого можно опять-таки протонизировать ещё раз лосьонным концентратом «НЕО», протереть ватным диском и нанести свой вечерний уход. То есть это для таких регулярных домашних процедур. Ещё одну вещь я бы взяла в антивозрастной уход. Потому что иногда нужно выглядеть быстро, как бы привести себя в порядок. И я взяла бы какие-нибудь неплохие пэтчи для зоны вокруг глаз. Я тут видела... Вот они. Достаточно бюджетную фирму Кимс. Гидрогелевые пэтчи, такие универсальные. И, в общем, в принципе, их надолго хватает. Их там много. Не знаю точно сколько, но полная баночка. И их можно использовать тогда. То есть регулярно, конечно, постоянно пользуются пэтчами. Я не рекомендую, потому что можно переувлажнить тонкую кожу под глазами. А если действительно какая-то дряблость, сухость, отёчность, можно с утра их использовать как под глаза, так и на зону носогубных складок. Подержать несколько минут, максимум минут 15. И дальше снять. Кожа немножечко разгладится, нанести свои уходовые средства. И уже приступить, например, к макияжу. С лицом мы вроде бы разобрались. Хочу сразу сказать, что для рук мы не будем специального, наверное, ничего брать, потому что прекрасно можем питательный крем наш массажный использовать не только вечером на лицо, но и на руки, и кутикулу. Вот. Пойдём посмотрим что-нибудь для волос. Очень часто в зрелом возрасте страдает не только кожа лица и начинает стареть, а также есть проблема выпадения волос, меняется структура кожи головы, ухудшается кровоснабжение волосяных фолликулов. И поэтому я, наверное, положу в корзинку для волос в антеэйдж наш капсульный гардероб шампунь, укрепляющий от профессиональной марки LISEP Milano. Наверное, я правильно произнесла, это, возможно, немножечко итальянцы говорят по-другому. И вот эта марка, она отличается тоже достаточно хорошими натуральными составами, нет каких-то очень агрессивных компонентов очищающих, и много уходовых. То есть здесь мы масло жжоба найдём, и кофеин найдём, и здесь есть экстракты, если не ошибаюсь, эвкалипт, что-то такое сюда входит, то, что немножко таким раздражающим действием обладает и стимулирует кровоснабжение волосных фолликулов. То есть можно тоже использовать либо регулярно, либо комбинировать с обычным каким-то шампунем, использовать несколько раз в неделю. То есть возьмём здесь с хорошей скидкой, тем более. И в дополнение к нему в качестве такого интенсивного ухода можно взять масочку, тоже этой же марки, которая будет использоваться, может быть, не каждый день, но её можно носить на волосы влажные после мытья, потом подержать какое-то время, там минут 10, она держится, ну, как любая маска, и потом её смыть. Вот это у нас пойдёт в наш уход под ключ для волос. На самом деле здесь много всего интересного. И укладочные какие-то средства, но мы уже такие тонкости не будем подбирать, даже каждому своём. Пойдёмте посмотрим что-нибудь для губ и для рук с ногами. За бальзамом для губ меня что-то опять потянуло в эту прекрасную австралийскую марку. И в этот раз я уже взяла бальзамчик с маслом Эму. На самом деле тут ещё всякие ингредиенты хорошие, и масло какао, и пчелиный воск, и канделильский воск. То есть такой хороший уходовый бальзам с вот таким красивым струсёночком. Возьмём тоже его себе в корзинку. Пойдёмте посмотрим, что мы возьмём для ухода за ступнями и за кутикулой. Для ухода за кутикулой я возьму такой удобный карандашик от Мавала с различными маслами. Там и масло сладкого миндаля, и подсолнечное масло, и всякие уходовые ингредиенты, витамин С. Главное, что очень удобный формат. Вот такой вот карандаш, который можно бросить себе в сумку и периодически смазывать кутикулу. И дальше мы пойдём опять в любимый мной Геволь. Возьмём какой-нибудь бальзам или крем для ног. Очень часто с возрастом ноги склонны отекать, появляются трещины даже при регулярном педикюре. Поэтому я, например, советую, если кожа действительно грубая и есть какие-то проблемы, можно взять крем из серии Мед от Геволь, крем для загрубевшей кожи. Если всё более-менее нормально, то можно взять универсальный такой вариант из их серии Герлакс. Крем Экстра, который чем-то напоминает по текстуре, но немножечко более такой, менее хвойный запах, чем у зелёного бальзама. Но тоже так очень универсальный, и ухаживает за кожей ступней, и профилактика грибковых каких-то заболеваний. Если вы приходите в бассейн, очень хорошо после посещения бассейна или бани-сауны нанести. Мы собрали наш уход под ключ для возрастной кожи. Заодно взяли и средства для волос, и для кутикулы, и для ног. И теперь пойдём проверим, сколько это будет стоить. Посмотрим, сколько стоит наш уход подобранный под ключ для возрастной кожи. Пожалуйста. Напомню, что в галерее у нас есть карточки профессионалов, у косметологов и у других мастеров индустрии красоты, которые дают практически ту же скидку, как правило, которую мы имеем, покупая непосредственно прямую те же самые препараты у дистрибьюторов. Сколько у нас получилось? Стоимость со скидкой 13 536. Сумма скидки получилась 6 699. Как профессионал я сэкономила бы. И вот востолько у нас, как говорится, обошёлся уход за возрастной кожей категории 35-40+. Спасибо.